Аппаратное освещание прошло в Международный день защиты прав человека. Поэтому многие темы заседания были посвящены отстаиванию прав и свобод граждан. В первую очередь на достойную жизнь. Глава области Сергей Морозов выступил с инициативой создания Советов по развитию гражданского общества и защите прав потребителей в каждом муниципальном образовании региона. Ни один человек, у которого нарушены права или могут быть нарушены права, не должен оставаться без нашей защиты, без нашего участия, без нашей помощи. От общих вопросов перешли к конкретике. Губернатор поручил разработать комплекс мер по улучшению транспортного обслуживания в области. Глава региона озвучил жалобу жителей Заволжского района на нерегулярное движение по маршруту номер 30. Транспортные проблемы касаются не только Ульяновска. В Димитровграде перевозчики уже уведомили, что мы хотим повысить цены. Не советуюсь ни с кем, ни с властью, ни с теми же жителями города Димитровграда, с общественной палатой города Димитровграда, ни с кем. Вот захотели и все. Понятно, что у них есть право в таком уведомительном порядке поступить. Но мы же говорим в том числе об этических сторонах дела. Поэтому я предлагаю вам в целом обратиться в Управление федеральной темнопольной службы с предложением провести соответствующую проверку. Губернатор обратился к темнопольщикам по поводу другой проверки. Она должна коснуться повышения цен на топливо. Еще одно предложение главы региона связано с лишением на неделю областных чиновников служебного транспорта. Иначе мы так порядок никогда не наведем. Когда из окна автомобиля только будем смотреть, как убирают города и районы центра или там даже населенные пункты. Нам будет казаться то, что все хорошо. А люди там пройти не могут по тротуарам. Губернатор скритиковал работу коммунальных служб по очистке дорог и тротуаров от снега и наледи. Он также затронул вопрос о том, что делать с оставленными в дворах автомобилями, которые мешают снегоуборочной технике. Господин Вавилин охарактеризовал как супер замечательную работу в рамках борьбы с первым таким большим снегопадом. Скажите, дорогие земляки, а вы как считаете? Пусть нам расскажут наши дорогие земляки, соседи, в каком состоянии у них находятся. Может быть откроют глаза для министра на самом деле, что надо определяться по частоте не во дворе собственного дома, по частоте, так сказать, во всех муниципальных образованиях и во всех населённых пунктах. Остался губернатор недовольным экологической ситуацией в Заволжье. Жители Левобережья жалуются на то, что в их части города повис смог. Он мешает им нормально дышать и жить. Основная причина экологического бедствия – работа частного бизнеса в гаражно-строительных кооперативах. По словам министра природы и цикличной экономики Дмитрия Фёдорова, в результате рейда выявлено 29 микробизнесов, которые нарушают природоохранное законодательство. В дальнейшем борьба с ними продолжится. Острым остаётся вопрос о защите прав дольщиков. По поручению губернатора создаётся фонд оказания содействия обманутым дольщикам по восстановлению их прав. Планируется, что он начнёт свою работу с 1 февраля следующего года. Фонд будет оказывать поддержку а. и самим дольщикам в виде компенсации их затрат на привлеченные проценты по найму жилья. И б. это второе направление – это оказание поддержки новым застройщикам, которые заходят на проблемные дома для завершения строительства. Фонд будет компенсировать часть средств новых застройщиков. Либо денежными средствами, либо представлением земельных участков на льготных условиях без торгов, на которых застройщики будут возводить новое жильё и тем самым компенсировать свои затраты. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда.